Основная цель инспекции председателя Брестского бодсполкома на предприятие свободной экономической зоны в районе аэропорта – узнать, как осваиваются инвестиционные проекты, начатые в прошлом году. Константин Сумар посетил три предприятия, два из которых уже успешно конкурируют на мировом рынке и одно только планируют открыть в мае. Мы побыли здесь на трех предприятиях. Предприятие, которое занимается строительными материалами, подделкой, предприятие, которое занимается выполнением продовольственной программы, это выращивание грибов. И вот здесь предприятие интересное, которое с израильским капиталом, которое будет делать кормовые добавки буквально через месяц и консерванты для изготовки корма. И я вижу, что из тех 15 проектов, которые в этом году должны в свободной экономической зоне заканчиваться, подходить к финишу, они, в принципе, эти инвестиционные договора будут выполнены. Первое предприятие, которое посетил Константин Сумар – иностранное общество с ограниченной ответственностью ВОКС. На рынке строительных материалов Беларуси, а также стран СНГ, таких как Россия, Украина, Казахстан, предприятие успешно конкурирует с октября 2003 года. За более чем десятилетия компания стала основным производителем на территории Беларуси винилового сайдинга, напольного плинтуса и бесшовных панелей для внутренней отделки зданий. В планах руководители не останавливаться на достигнутом, внедрять новые технологии и расширять производство. Еще одно не менее перспективное предприятие свободной экономической зоны – производственный комплекс по выращиванию шампиньонов в Банше. В настоящее время мощности действующего производства составляют 45 тонн грибов в неделю. Более того, идет постоянное наращивание объема выпускаемой продукции. Ожидается, что на проектную мощность предприятие выйдет уже до конца текущего года. Проект по производству субстрата начинает окупаться, когда есть достаточно серьезный рынок сбыта для этого субстрата. А технология по производству этого субстрата тоже не такая простая. Она производится в нескольких этапах. И один из этапов предполагается загрузку субстрата в так называемые тоннели, где поддерживается необходимая и температура, и влажность. А это, как правило, недешевое удовольствие. Посмотреть, а что же мы можем где-то со своего сырья здесь, который мы имеем в области, предложить здесь. И вот как раз вот эта поиска мне открыла в определенной степени глаза на то, что торф мы, оказывается, для производства или для выращивания грибов завозим именно с Польши. Чем отличается торф польский от нас? Ну, ничем абсолютно. А примерно по году на эту предприятию надо около тысячи тонн торфа. Поэтому я уже дал такие поручения, чтобы изучили возможности. Завершающим объектом инспекции стал завод по производству кормовых добавок и премиксов. В Беларуси сельскому хозяйству уделяется особое внимание. А значит, стране такой завод крайне необходим. Его строительство началось в декабре 2012 года и сегодня находится на стадии завершения. Перспектива еще здесь – это фармация, это вот котлован, вы видели, идет срезка растительного грунта. Это итальянская фирма по сборке, по производству, короче, производства лифтов. Также здесь будут площади по производству матрасов. Фирма «Вегас» будет переходиться с своими площадями. Они сегодня находятся в Кате, наоборот, но они будут здесь новые, современные делать площади. Ну и еще итальянские предприятия. Дальше 26 гектаров вообще на этой территории выделены площади, участок для так называемого итальянского промышленного округа. В данный момент уже сделана проектно-смертная документация. Но на следующий год мы планируем начать работы по строительству инженерных коммуникаций. Сегодня свободная экономическая зона – это более 80 предприятий, из которых большая часть с иностранным капиталом. Направления производств самые различные. Одни из них представляют давно раскрученные бренды, другие только прощупывают почву на отечественном и мировом рынке. Всего на предприятиях задействовано более 20 тысяч человек. Многие горожане, особенно молодежь, студенты высших и средних специальных учебных заведений, связывают с этими предприятиями свои надежды на удачное трудоустройство. И судя по тому, как развиваются предприятия СС, у них на это есть все шансы.